Всем привет! Вы смотрите «Спортивный интерес». Сегодня мы пришли на хоккей, чтобы разобраться, почему хоккейные баталии не вызывают у москвичей большого интереса. Средняя посещаемость матчей континентальной хоккейной лиги в нашем городе едва ли не самая низкая во всей стране. Сейчас в Москве выступают без преувеличения мега-звезды мирового хоккея. Александр Овечкин за «Динамо» и Павел Дацук за «ЦСК». А ведь есть еще Александр Радулов, Илья Брызгалов, Михаил Гробовский. Спасибо, Энхэйл, за локаут. Посмотреть есть на кого. А еще в Москве играет действующий обладатель Кука Гагарина, лидер нынешнего сезона на западе «Динамо». Казалось бы, болельщикам и желать больше нечего, но посещаемость хоккейных матчей в столице неприятно удивляет. На ваших экранах статистика. Москвы нет даже первой десятки самых хоккейных городов. Самая посещаемая московская команда «Динамо» лишь на 12-м месте. В среднем на матчи «Белоголубых» приходит по 6,5 тысяч человек. Армейцы в этой табеле о рангах на 19-м месте. А ниже всех находится народная команда «Московский «Спартак». Чуть меньше 3 тысяч человек. И общее 25-е место. Процентное заполнение хоккейных арен – тоже цифры очень показательные. Здесь лидер Хабаровска. Москва снова в аутсайдерах. Лучший из столичных команд ЦСКА собирает 80% небольшого ледового дворца на Ленинградском проспекте. И это лишь 14-е место. Ну а явный аутсайдер снова «Спартак». Дворец спорта в Сокольниках обычно заполнен лишь наполовину. Бороться с низкой посещаемостью в хоккейном клубе «Спартак» решили сразу несколькими способами. Но особую надежду возлагают на привлечение детей. Для этого в школах района «Сокольники» хоккеисты «Красно-Белых» регулярно проводят встречи с потенциальными юными болельщиками. В канун воскресного поединка против «Челябинского трактора» сразу после тренировки нападающий «Спартака» Андрей Ангудинов встретился с учениками школы 378. Она находится недалеко от ледового дворца спорта «Сокольники». Почти час увлекательного интервью. Десятки вопросов. Интерес у детей неподдельный. Спорт – это конкуренция. Какие отношения у вас в команде с игроками? Знаете, в команде у нас... Это наша большая семья. У нас нет конкуренции, если честно. У нас все поддерживают друг друга. И нет такого, что как-то идти по головам, как говорят. Такого нет. Этот новый формат встречи с болельщиками Андрею понравился. Скучно не было ни секунды. Очень позитивный. У нас заряд такой очень хороший, я думаю. Поможет мне и команде. Все хорошо будет. Вопросы неудобные задавали? Ну да, было парочку. И были очень серьезные такие вопросы. Подготовленные были такие. Ну, было все. И это дети. Очень приятно всегда общаться. То есть, это такой позитив. Директор по развитию хоккейного клуба «Спартак» Максим Мотин уверен, встречи игроков с детьми уже сейчас существенно влияют на наполняемость трибуны. Я могу сказать, что в среднем, если учитывая, что сегодня было порядка 70-80 человек, да, соответственно, это друзья, знакомые, это порядка 150 человек придет из этой школы на следующую игру. И где-то 10% будут ходить потом в дальнейшем постоянно. 10% да, они становятся болельщиками, да, становятся любителями хоккей. Еще одна важная, по мнению менеджеров «Спартака» деталь, влияющая на зрительский интерес, качественная и стильная атрибутика. Хотим, чтобы были много прикольных штучек, фишек. Вот, например, будем продавать конверсы с таким вот нанесением «Спартака», да, такие вот хоккейные. Вот, очень удобные, очень классные. Есть у нас вот такие штучки для айфона, например, да, например, это крышки, такие вот на айфон, выглядит это вот так. Символика «Спартака». Да, символика «Спартака». Есть хоккейные, но они есть абсолютно разные. То есть, например, у нас есть такой дневник, да, территория красно-белого, дневник ученика, обычное расписание, и дети вот могут... Я там знаю правила хоккейные, да, где-то? Да, здесь вот хоккейные правила, история «Спартака», хоккейные правила, и еще такая акция «Пятерки», за пятерки подарки. То есть, если ребенок учится на пятерки, на «Отлично», мы потом ему по итогам года дарим подарки. Здорово, отличная акция. Люди привыкли, что раньше спорт – это не модный вид спорт, он вообще не модная такая индустрия. Нужно добавлять фэшн, нужно добавлять моды спорту, потому что сейчас люди современные, они любят, чтобы было качественное. Даже пусть это будет чуть дороже, но чтобы это было качественно. Поэтому мы будем делать только качественные вещи. Конечно, яркие сувениры далеко не гарант полных трибун. Нужна и красивая игра команды, и победы, и звезды в составе. Но даже полный набор этих компонентов не всегда приводит к аншлагу, особенно в Москве. Максим, так получилось, что «Спартак» – одна из наименее посещаемых сейчас команд в России, в Москве. В России в прошлом году была самая непосещаемая. Что вы делаете, чтобы эту неприятную статистику все-таки как-то выправить? Мы повышаем комфорт. Мы создаем людям комфорт на арене, чтобы был не только хоккей, а чтобы было приятно проводить время на нашей арене до начала матча, во время хоккей и после окончания. Мы поменяли систему питания. Мы открыли кафе, теперь там качественное питание, спортивные трансляции, там все здорово. Даже красно-белое меню специально сделали, у нас вот сегодня первый день. Все блюда красно-белые. Там клубник со сливками, борщ со сметаной, там рис красный. То есть, ну вот все красно-белое. Пожалуй, можно выделить три основные причины невысокой посещаемости хоккейных матчей в Москве. В первую очередь, это, конечно, конкуренция. Не только с другими видами спорта, но и с кино, театрами, ресторанами. Уж очень много вариантов, как провести свободное время. Вторая причина – на личном транспорте к хоккейным площадкам подъехать крайне сложно. Парковок хватает лишь немногим счастливчикам. Да и добраться до стадиона непросто. По будням матчи КХЛ в Москве начинаются в 19.30. Самое пробочное время. Ну и третья причина – устаревшие арены, которые не отвечают высоким запросам зрителей. Так, в Москве лишь одна современная хоккейная арена высокого уровня – Ледовый дворец на Ходынке. Но там играет только сборная и только во время Евротура. Самая старая арена у Спартака. Стадион в Сокольниках построен в 1956 году. Вмещает 5500 зрителей. Всего на 100 мест больше в арене на Ленинградском проспекте, где играет ЦСКА. Это дворец спорта 91-го года постройки. Столичная «Динамо» тоже играет в тесном и уже устаревшем Ледовом дворце в Лужниках. Он построен в 80-м году и вмещает 8700 зрителей. Принято считать, что болельщики ходят на громкие звездные имена. Но Москва опровергла и этот, казалось бы, очевидный тезис. Сегодня в Москву приехал лидер Восточной конференции «Челябинский трактор». Команда исповедует яркий атакующий хоккей. В ее составе, кстати, играет, пожалуй, самый звездный молодой хоккеист российский Евгений Кузнецов. И даже несмотря на это в трибуны, Сокольников все равно полупустые. Хотя три года назад одна громкая фамилия все-таки собрала полный стадион. Вячеслав Фетисов после 11-летнего перерыва возобновил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион вышел в составе ЦСКА в официальном матче КХЛ. Зрители специально пришли ради этих нескольких минут, что Фетисов провел на площадке. Но это уже история. Боссы клубов по-прежнему ломают головы, как сделать из хоккея прибыльный продукт. И во многом рассчитывают уже на новое поколение. Спортивный азарт. Он ведь с детских лет прививается. Кто мы? Мясо! Кто мы? Мясо! 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 Ма! Скор! И спорта!